10.00 столица Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Доброе утро. Уже 440 тысяч семей в Казахстане являются получателями адресной социальной помощи. Это свыше 2 миллионов человек. Число казахстанцев, воспользовавшихся государственной поддержкой, выросло как и сумма пособий. На сегодняшний день малоимущим семьям выплачено порядка 200 миллиардов тенге. О новых механизмах оказания АСП жителям села Евгеньевка в Павлодарской области рассказали члены правительственной рабочей группы во главе с заместителем премьер-министра страны Бердебеком Сапарбаевым. Сельчанам подробно разъяснили, что прежде всего господдержка нацелена помочь людям выйти из сложной жизненной ситуации. Проблема решается комплексно. Людям не просто выплачивается денежное пособие, им помогают обучиться и трудоустроиться. Адрес на социальную помощь выплачивается в том случае, когда по доходам семья является малообеспеченной. Ее доходы, когда мы делим на каждого члена семьи, не доходят до той черты бедности, которую устанавливает государство, а это 70% от прожиточной минимумы. Правительственная рабочая группа также ознакомилась с работой сельской врачебной амбулатории. Ее построили три года назад. Медицинскую помощь там получают 6 тысяч жителей двух сел. Побывали члены правительства и в городе Ахсу. Там они посетили открытый в рамках ГЧП реабилитационный центр. В учреждении бесплатно оказываются специальные социальные услуги детям от года до 18 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата. К другим темам. Троих наркозбытчиков задержали в Жамбулской области. Все они жители Таласского района. По оперативным данным, они занимались незаконным сбытом марихуаны. При проведении обыска жилых помещений полицейские обнаружили более двух килограммов наркотических средств. Задержанные дали признательные показания и находятся в изоляторе временного содержания. Ведется досудебное расследование. Всего же с начала года в регионе зарегистрировано более 700 наркопреступлений. 87 сбытов, 59 фактов особо крупную весу, 27 фактов контрабанды, незаконное культивирование 17 фактов и притоносодержание 4 факта. Из незаконного оборота было изято более трех тонн наркотических веществ. В Жанаузене двое рабочих погибли во время ремонта канализационной линии. Трагедия произошла в подвале одного из жилых домов. Двое мужчин 1970 и 1975 годов рождения пострадали от удара током. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть. Оба погибших являлись сотрудниками городской коммунальной компании. Точные причины инцидента сейчас выясняются. А в западно-казахстанской области регистрируются новые факты заболевания корью. За 9 месяцев этого года зарегистрировано 120 случаев. В основном среди непривитого населения взрослых старше 20 лет и детей до 1 года. Единственной защитой от болезней, по словам врачей, является вакцинация. Плановая прививка проводится в детском возрасте в 1 год и в 6 лет. На данный момент вакцинировано больше 40 тысяч человек. Медики напоминают, что корь опасна своими осложнениями, которые в случае позднего обращения за медпомощью могут привести к летальному исходу. В конце октября текущего года был зарегистрирован случай кори у 37-летних жителей Бурлинского района. С 16 сентября 2019 года в области проводится дополнительная иммунизация против кори красных и лиц в возрасте 29 лет. Привито население 63,2%. Кроме этого, по желанию могут прививаться и другие возраста старше 30 лет. В Хазларде открыли суперсовременную учебную лабораторию физической и биологической химии. Научный центр стоимостью 130 миллионов тенге создан на базе Государственного университета. Автоматизированный системный комплекс оснащен немецким оборудованием. Какие открытия оно позволит сделать местным ученым, выяснял Алибек Байшуленов. Лаборатория физических, коллоидных, органических и неорганических исследований состоит из трех частей. В них созданы условия для глубокого анализа элементов одной из самых сложных сфер науки – физической химии. Аналогов такого лабораторного центра в регионе не существует, говорят специалисты. Особенность оборудования – компьютеризированная система для измерения физических величин и проведения расчетов. В лаборатории педагогического мастерства мы будем осуществлять курсы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава и мастер-классы для учителей школ области. Этот центр поможет развитию в целом химического образования, в целом проведению исследований, в целом исследовательской работе подрастающего поколения, как студентов, так и магистрантов, так и докторантов. Мы планируем здесь проводить не только для обучающихся университета, но и для обучающихся всей области. Это могут быть одаренные дети, это могут быть учащиеся лицеев, школ. То есть вся молодежь, которая заинтересована наукой, двери открыты для нее, и тем более все это будет проводиться качественно, на высшем уровне, на уровне мировых стандартов, можно сказать. Молодой специалист Жангл Абельбек – доктор Ph.D. Получив высшее образование в Казахстанско-Британском университете, в магистратуре она обучалась в Румынии. Вернувшись к Казаларду, продолжила преподавательскую деятельность. Раньше, из-за отсутствия в регионе современной лаборатории, ей часто приходилось выезжать в европейские страны. Теперь и в Казаларде есть прекрасные условия для исследований, говорит она. Например, вот этот Икофурия-спектрометр показывает нам количественный, качественный анализ. Именно на определении качества материала можно увидеть, какие еще можно добавить вещества, а какие не надо. Именно пористые количественные вещества и увидеть точные диагонали, диаметры всего за 5-15 минут. Как бы легко, оптимизировано, модернизировано, все легко, удобно. Сегодня в Казаларде возможность использовать лабораторию прикладных химико-биологических исследований получили 150 соискателей. К их услугам также библиотека, в которой собрано около 600 учебно-научной литературы. В Австралии не стихают лесные пожары. Огнем охвачены обширные площади штата Новый Южный Уэльс. На юго-востоке страны пожарные спасатели пытаются потушить пламя, которое угрожает пригородам Брисбена. Жители многих населенных пунктов эвакуируются. Смертельной опасности подвергаются и животные. Половина популяции коал погибла в заповеднике Лейк-Инес, неподалеку от города Макуори. Между тем, за спасенными обитателями превратившихся в пепел лесов ухаживают ветеринары специализированной клиники. У них ожоги по всему телу, и порой мы не знаем, что скрывается под мехом. Некоторые быстро поправляются, лапы заживают, но с тем, что скрыто от глаз, мы мало что можем сделать. Следим за признаками боли, скрежетом зубов, подавленностью и принимаем меры. Израиль готовится к возможному землетрясению. По подсчетам сейсмологов, оно может случиться в ближайшее время. Власти бьют тревогу. Жилой фонд совершенно не готов к такой стихии. В случае сильного подземного толчка только в первые минуты могут погибнуть около 10 тысяч израильтян. Продолжит Сергей Услендер. За долгие десятилетия конфликтов, войн и борьбы с террором тема землетрясений в Израиле как-то отошла в тень. Между тем, ученые бьют тревогу. Сирийско-африканский разлом снова активен, трясет, хоть и не сильно, почти каждый день. Мощные толчки, которые привели к человеческим жертвам, были здесь в последний раз в 1927 году. Такое случается раз в 100 лет, и вероятность повышается с каждым годом. Поэтому служба тыла, аналог МЧС, постоянно проводит учения. Есть масса других служб, которые тоже проходят специальные тренировки. В первую очередь это пожарные. И затем в больших муниципалитетах и тех, которые готовятся к этой ситуации, которая находится в особо опасных сейсмических зонах, есть городские спасательные команды, которые тоже готовятся к службе тыла. Они состоят из работников муниципалитетов. Но главная проблема – неготовность чрезвычайных служб по состоянию жилого фонда. Половина жилья в Израиле не отвечает требованиям сейсмичности и представляет угрозу для своих обитателей. В новых домах обязательно есть вот такая укрепленная комната, бомбоубежище. Это такая бетонная коробка, интегрированная в конструкцию здания. Она же служит элементом и сейсмоукрепления. Стены здесь вдвое толще, чем во всех остальных комнатах. Считается, что во время подземного толчка можно укрыться внутри, и это будет относительно безопасно. Но такие комнаты есть только в зданиях, построенных после 1991 года. В старом жилом фонде таких помещений нет. Программ по укреплению зданий было много, но то не хватало денег, то времени большая часть старых домов так и осталась нереконструированными. Особую опасность представляет Хайфа и ее окрестности. Город расположен на склонах холмов, и сильный толчок просто сбросит здание вниз. Задача заключается в том, чтобы привести старый жилой фонд, неподготовленный к этому, в такое состояние, когда он защищен. Это делается двумя путями. Либо усиливаются старые здания, добавляются к ним эти самые комнаты безопасности, и само здание усиливается бетонными конструкциями, либо сносится старое здание и строится полностью новое, уже по новым стандартам. По расчетам службы тыла, в случае сильного толчка от 6 баллов и более, в первые минуты могут погибнуть около 10 тысяч израильтян. Это примерно половина от всех, кто погиб в терактах и войнах за всю историю государства. Если удар стихии будет ночью, это число может удвоиться. Сергей Услендер, Хабар 24. Чуть больше двух недель осталось до самого грандиозного музыкального праздника детского Евровидения 2019. У Ержана Максима, который представит Казахстан на конкурсе в этом году, подготовка идет полным ходом. Юный певец вместе со своей командой репетирует номер, который покажет 24 ноября в польском городе Гливице. Анастасия Валикжанина узнала, какую историю всему миру расскажет со сцены наш конкурсант. У Ержана Максима приподнятое настроение. Единственное, что омрачает участника детского Евровидения, это его палец. Он поранил его дома, когда отрабатывал фокус. По сюжету он волшебник, сказочный герой. Для создания необычных эффектов пришлось заранее снимать эпизоды на зеленом фоне. Я буду на сцене не один, у меня будет подтанцовка, четыре девочки. Пока я очень спокоен. Не знаю, может, когда буду в Польше, придет и волнение. Технический номер Ержана достаточно сложный и необычный. Он поделен на две части. В первой, благодаря проекции, изобразят тень певца. Она и будет создавать магические трюки. Во второй части его образ сменится, и он предстанет в другом костюме. Верь в себя, и мечты сбудутся. Вот основной посыл композиции и пример Ержана – настоящее тому подтверждение. Первую часть делаем очень компактно. Мы специально сцену всю приглушаем. Будет работа в начале только проекция, чтобы не было каких-то больших планов. Там очень большая красивая сцена. Но чтобы не потерять артиста, чтобы на нем сосредоточиться. И в него влюбиться, как в артиста, который красиво поет, который умеет красиво передать свою эмоцию и смысл песни. Кстати, специально для съемок маленький шоумен, как называют его в команде, научился игре на Сабызгы. Каждый день получает уроки вокала и очень уверенно идет к своей цели. Увидеть номер Ержана Максима, который представит Казахстан на детском Евровидении, можно будет уже 24 ноября на телеканале Хабар. Анастасия Валикжанина, Эдуард Коно, Алматы, Хабар 24. Две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали казахстанские самбисты в первый день чемпионата мира, который проходит в Южной Корее. Побороться за звание лучшего в городе Чонжу приехали спортсмены из 80 стран. Нашу страну представляют 27 спортсменов. В весовой категории 60 килограммов среди женщин третье место завоевала Динара Жумабаева. В поединке за бронзу она одолела Веру Хареликову из Болгарии. У мужчин в весе до 52 килограммов серебряная медаль у Раймбека Раймкулова. В финале он уступил двукратному чемпиону мира по самбо, россиянину Игорю Беглерову. Драматичным выдался финал для казахстанца Серегжана Тусупова. В боевом самбо в весе до 57 килограммов он отказался продолжать борьбу из-за травмы. В полуфинале Серегжан повредил нос. В схватке за золотую медаль соперником Тусупова был чемпион мира прошлого года Александр Нестеров. Слава Всевышнему закончил соревнование с серебряной медалью. На этом не остановлюсь. Даст Бог, в следующем году поборюсь. Со своим соперником встречаюсь во второй раз. В прошлом году проиграл ему за выход в финал. И в этом году проиграл в финале. Планы завоевать первое место, стать чемпионом мира. Буду готовиться. Завоевавшая бронзовую медаль Динара из Алматинской области. За выход в финал она боролась с россиянкой. Проиграла по очкам. Но за бронзовую медаль очень хорошо боролась. Она очень опытный спортсмен. Но так получилось. К этой минуте все. До встречи вам хорошей субботы. Субтитры подогнал «Симон»